Всем привет, мои дорогие! И сегодня у нас очень необычное видео, потому что оно посвящено нашей маленькой Лёле у нас появилась собака! На самом деле очень неожиданное видео даже для нас, потому что мы думали, что мы не сможем завести в этой квартире собакина, хотя очень давно мечтали. Мы мечтали еще, когда жили в старой квартире, ну в другой, но нам там тоже не разрешали заводить собаку. Еще в этом видео немножко вам рассказать о истории, как появилась Лёля, и, конечно, поделиться, как мы готовили квартиру к появлению щенка, что мы покупали для нее, в каких магазинах, что заказали на Wildberries. В общем, всю вот эту мне тряночку я хочу показать, запечатлеть в этом влоге. А сейчас хочу как раз-таки вас немножко познакомить, рассказать, как вообще у нас появилась Лёля, хотя не должно было быть в этой квартире. Нашей Лёленьке три месяца, и она очень послушная, у нее не было вот этой адаптации, когда она к нам приехала, потому что мы готовились к тому, что собака может испытать стресс, что может там не есть, что может там какать где-нибудь, пить в неположенном месте. Но она потрясающе справилась с адаптацией. Она приехала, и сразу поняла, где ее местечко, которое мы ей подготовили. Ну, в принципе, она знает, что она может и к нам приходить, конечно же. Иногда, когда видит себя в отражении, лает, веселится очень часто. Я уже знаю, какие у нее в течение суток стадии активности, где она спит. В общем, Лёленька у нас сегодня, кстати, была последняя прививка от бешенства, и можно уже полноценно гулять, знакомиться с другими пёселями. Лёленька очень спокойная, добрая. Сейчас вот ездили, когда делают прививку, она вообще не пискнула, не крякнула, просто вот села, ей сделали, она так посмотрела, и пошла дальше. Да, Лёленька? Да, да, Лёленька. Так вообще происходило, что мы выбирали с Дениса в этой квартире, где написано, что нельзя иметься в окно. У нас было две квартиры, вот та, которая была, и эта. И мы прекрасно понимаем, почему ставят условия, там, без детей, либо без животных. Мы думали, что, ну ладно, типа, переживем, потом когда-нибудь заведем. Но в последний год мы прям очень сильно стали хотеть собаку. Я уже облапала буквально каждую собаку в нашем вот этом райончике, где мне, ну, где ко мне подходили собаки маленькие. То есть я там спрашиваю, можно там погладить. То есть это всё-таки неприятно, когда к твоей собаке постоянно кто-то лезет. Поэтому я, если только ко мне собака сама подошла, уже там что-то по ножкам мне бьёт, я спрашиваю, могу я, то есть опуститься, погладить. И если мне разрешают, то я, конечно же, это делала. Но в последнее время прям я понимала, что когда я вижу людей с собакой, мне прям грустно, что у нас её нет, мы очень её хотим. И мы решились написать, спросить у наших хозяев квартиры. На самом деле я вот долго боялась написать, потому что думала, вот это вот, знаете, мысль тепливая, что вот я хотя бы буду ходить и знать, что у меня есть шанс на то, что мы можем завести собаку. Если сейчас мы получим отказ, я буду смотреть на семи с собаками и грустить, осознавая, что нет, мне нельзя точно здесь заводить собаку. Но всё-таки мы решились, написали и получили согласие. Да, как обычно оно бывает, нужно просто решиться и спросить. Но на самом деле прошёл год, мы знакомы с нашими хозяевами квартиры, в хороших отношениях, поэтому они знают, что мы адекватные люди, что мы очень ухаживаем за квартирой, относимся как к своей. Поэтому думаю, это сыграло большую роль, почему нам разрешили завести собаку. И в тот день это было невероятное счастье. У нас была как раз годовщина свадьбы, два года со дня свадьбы. Это был самый лучший подарок. Мы были так счастливы, мы сразу звонили моей маме, что всё, можно искать собаку. Потому что моя мама долгий год тоже занималась собаками, поэтому она знает, как, где, с кем искать собаку. Поэтому мы были безумно счастливы. И уже буквально через несколько дней, наверное, через дня-два у нас появилась Лёля. Мы сразу же поехали смотреть, и сердце нам сказало, что Лёлю нужно забирать. В общем, такая маленькая история, как у нас появилась Лёля, почему она вдруг неожиданно появилась. Сейчас предлагаю переместиться в время, когда мы готовились к появлению Лёли, как я подготавливала квартиру, и, в общем, покажу вам все эти детали. Итак, мы возвращаемся в день, когда у нас ещё нет собаки. У нас ответственная миссия — нужно подготовить квартиру к появлению щенка. Все, кто заводили щенка, знают, что это очень ответственный момент, поскольку всё, что плохо лежит, может быть впоследствии испорчено, либо щенок может сам себе навредить. У нас в квартире, в принципе, ничего так не хранится внизу, но самая такая опасная комната — это, конечно, ванная, потому что у нас так сделано хранение, что косметика вся лежит внизу. По сути, вот так это всё выглядит. Спокойно можно взять, что-то отсюда утащить, и это довольно опасно. Поэтому я приняла решение, что придётся, наверное, менять хранение полотенец и всё-таки вот эту полку делать именно под все эти средства. Мне придётся применить все имеющиеся корзинки, потому что я не хочу, чтобы на этой полке создался какой-то визуальный шум. Я видела, как многие используют эту полку, когда смотрела отзывы на неё. Её так сильно загромождали всеми вот этими продуктами косметическими, что это выглядел полный ужас. Я боюсь превратить то же самое в свою полку. Поэтому сейчас буду думать, как это всё переорганизовать и вам показывать. Не обращайте внимания, её красная. Я ждала, когда пройдёт красный танк, но она не проходит. Мы бежали с Денисом быстрее, чтобы не попались под грозу. Мы успели, но теперь у меня есть последствия такое красное лицо. Смотрите, что у меня появилось. Это такая потрясающая вещь для того, чтобы перетаскивать химикаты из одной комнаты в другую, когда убираешь. Потому что мне постоянно приходилось, что в руках тащить, что-нибудь выпадет. Ну и в принципе это неудобно. Я всегда себе представляла вот такую вещь. И я её нашла в океане, по-моему. Да, конечно, она создана для чего-то другого. Но когда я увидела, я сразу поняла, как я буду её использовать, насколько она будет для меня идеальной. Ну, посмотрите, как это эстетично смотрится. Ну, другое вообще дело делать вот эту всю уборку. Просто берёшь и перетаскиваешь в другую комнату и не паришься. Предлагаю приступать к переорганизации и уборке. Я сюда ещё принесла свою косметичку, чтобы, если что, положить продукты, которыми я редко пользуюсь, чтобы по максимуму стараться всё спрятать, все эти баночки, все эти этикетки. В общем, посмотрим, понадобится она или нет. Вообще у меня еженедельная, как сказать, уборка в ванной комнате, потому что обычно к понедельнику либо к воскресенью вот это всё, как бы вся ванная комната, она превращается в какой-то ужас. Поэтому сейчас будем разбирать. Так, думаю, что для начала я просто всё вынесу, потому что пытаться что-то переорганизовать вот в бардаке, и когда уже всё и так, можно сказать, организовано, это как полнейший ужас, поэтому я предлагаю просто всё отсюда вынести и уже на пустую ванну думать, что с этим делать, как куда убирать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Показываю вам ванную комнату. Здесь, в принципе, ничего не изменилось, но потому что здесь, в принципе, ничего прятать, только я убрала отсюда ирригатор, тут всё я намыла. Здесь будут лежать все наши полотенца, просто сейчас они будут все в стильке, поэтому завтра, наверное, когда они высохнут, я вам покажу, как это здесь смотрится. И переходим сюда. Здесь больше всего у нас изменений. Решила всё-таки взять вот эту корзинку из-под спортивного инвентаря, потому что здесь она мне сейчас нужнее. Сюда я переставила ирригатор, я это сделала с целью того, чтобы вот эти провода не висели вот там, потому что здесь они никак не держатся, да, это выглядит очень неэстетично, а здесь я смогла убрать за машину. И получается, здесь у нас порошок, кондиционер, фен и какие-то вот наши основные средства для ухода. Но на самом деле основные средства, которые используются на ежедневной основе, они вот все здесь выставлены. А там хранится то, что, ну, редко. Какая-нибудь масочка неожиданная, какой-нибудь средств для волос. Я начала анализировать наш коридор на предмет того, что здесь может привлечь внимание щенка. И, конечно, я понимаю, что вот тут все, что у нас тут для обуви, тут еще резинки спортивные, с которыми занимается Денис на площадке. То есть нужно все как-то поднять наверх. И, наверное, придется избавляться от чего-то лишнего, искать вот тут тоже места. Обувь, наверное, первое время, пока мы еще знакомимся с щенком, придется убирать. Потому что неизвестно, когда он решит их попробовать. Поэтому буду сейчас смотреть, что здесь можно представлять, что вообще можно отсюда убрать, чтобы освободить полки, положить нужные мне вещи. Например, как всякие средства для чистки. Кстати, такой интересный момент. Это салфетки для чистки лапок. Денис вроде их заказал чисто для того, чтобы добрать нужную сумму в Яндекс.Лавке или в самокате. Да, в самокате. Тут в самокате написано. Получается, где-то неделю назад он купил вот эти вот салфетки для чистки лапок. А уже завтра у нас, возможно, будет наш щенок. В общем, вот что у нас получилось. Я убрала всю обувь. То есть все, что мы носим здесь полностью. Здесь она будет стоять максимум, если мы после дождя вернемся. То есть у нас будет это считать под контролем. Но когда мы будем, допустим, куда-то уходить, мы будем отсюда все убирать. Нижние полки пустые. Сюда вроде как. Ну, не добраться. Я не знаю, насколько я еще не представляю, каких он будет размеров. Сможет ли он, например, дотянуться до этой сумки. Конечно, при желании все можно сделать. Вы понимаете. И решила сюда положить все средства для ухода за обувью. То есть мне не очень понравилось, как стояли просто банки. А так более-менее эстетично. Хотя мы уже в будущем сюда поставим корзинку. Кстати, туда я тоже думаю поставить корзинку. Там будут храниться все вещи для нашей собаки. Только для прогулки. В спальне у нас, в принципе, все идеально. В плане, что ничего особо грызть не получится. Единственный момент, это вот эти провода. Пока что я их, наверное, подниму вот сюда наверх. Сейчас мы здесь приберемся с вами. Подниму их наверх. И, наверное, на Вайлберисе найду в ближайшее время специальную коробку под хранение проводов. И решу этот вопрос. Поэтому давайте сейчас все уберем. Здесь тоже сделаем такую уборочку. И отлично будет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Купили ему кроватку, охлаждающий коврик и миски В общем, всякое разное Ну, просто не вернёт Даже не верится, что мы наконец-то сможем завести нашего пёселя Доброе утро, мои дорогие Мы уже в день X, когда мы поедем смотреть нашу собачку Но до этого ещё несколько часов Поэтому я решила сделать распаковку тех вещей Которые мы купили вчера в магазине Fluffy Friends Конечно, мы первым делом пошли именно в этот магазин Чтобы купить такие базовые вещи Конечно, мы не всю базу там купили Какую-то часть я заказала на ВБ Пока давайте я покажу, что у нас есть Чтобы встретить сегодня нашу малышку Давайте начну с этого маленького пакетика Мне очень нравится, как он выглядит Обожаю вообще, когда бренд заботится о сервисе Даже в таких мелочах, как упаковка Хотя я не думаю, что упаковка это мелочь И вот что действительно не мелочь Хотя кому-то может так показаться Нам положили открыточку Я не сразу её заметила Я заметила её уже, когда мы пришли домой Мы рассказали девочкам, которые работают в этом магазине Что мы ждём собачку Что завтра, скорее всего, она появится Точнее уже сегодня И они нам помогали с выбором Всего подсказывали И оказывается, они положили нам открыточку Где написали Поздравляем с появлением пушистого члена семьи С любовью Fluffy Friends Это безумно мило Тот факт, что они подметили этот момент Что они нас с этим поздравили Подарили открыточку Это безумно мило И такие вещи реально возвращают клиентов назад То есть я обязательно вернусь сюда Ну как минимум я вернусь Потому что там очень много крутых вещей Я вам сняла, как выглядит этот магазинчик И насколько там крутая атмосфера для животных А дальше я покажу игрушку Эта игрушка Она не для постоянной игры То есть это так Буквально вместе посидеть, поиграть Либо она может поспать с ней Но эта игрушка не для жевания Такого активного Это игрушка, в которой есть пищалка с арома маслом Правда у меня не очень получается Все время выловить эту пищалку Но это хорошо Потому что как-то баловаться пищащими игрушками я не хочу Плюс я знаю, что это негативно влияет на психику собаки Ну чаще всего Но когда ты нажимаешь на эту пищалку И начинается вот это вот источение аромата А этот запах должен успокаивать собаку Я подумала, что это хорошая идея Потому что сейчас будет адаптация Неизвестно, как себя она будет чувствовать Насколько она будет переживать И я буду давать ей эту игрушку Чтобы она успокаивалась Дальше, естественно, мы купили холдер для пакетиков Чтобы выгуливать собаку И, кстати, мы тоже, когда пришли домой Заметили, что нам еще и в подарок положили пакетики Мы их купили Чтобы заполнять такие холдеры Нужны, оказывается, пакетики Да, я человек, который не имел маленьких собачек И я не знала, что есть такие вещи Поэтому не удивляйтесь моему удивлению В общем, вот такие картриджи, можно сказать, да, для этого холдера Пакетики в подарок Для них маленькие какули нарисованы Неплохо Хорошо Кстати, этот холдер должен светиться в темноте Я думаю, что это актуально для зимних прогулок Как мы вообще планируем? Мы хотим приучить собаку, чтобы она ходила дома на пеленку В специальный лоточек И чтобы она ходила на улицу То есть сейчас, летом, понятно, вообще без проблем гулять Но вот, например, сегодня безумно дождливый мерзкий день И как-то не хочется, чтобы собака мокла И ей бы холодно было Тем более он маленький Поэтому было бы прикольно, если бы она ходила в туалеты И как бы дома, и на улице Мы еще взяли игрушки, чтобы собака отточила зубки Чтобы она не особо интересовалась мебелью и другими предметами Взяли вот такую игрушку Здесь и канатик есть, и различные текстуры Чтобы ей было интересно отточить зубки И еще вот такой вариант для жевания Это уже выбрал Денис И из игрушек взяли еще один мячик Пока что мы решили взять самый маленький Потому что петель у нас очень маленький Сейчас, да и в принципе, когда вырастет тоже Будет не особо большим И взяли вот такую необычную игрушку На самом деле это в какой-то степени баловство Я с таким еще ранее не встречалась Там были разные вариации вот из этой серии игрушек Прикол в том, что здесь внутри губка Внутри его И нужно намочить эту игрушку Соответственно, это тоже какая-то развивашка для собаки Чтобы она чувствовала эту воду, игралась Ну, в общем, это какая-то сенсорная история Для развития мозга собаки Посмотрим, посмотрим, как это работает Заинтересуется ли собака Я, наверное, сразу скажу, что Я знаю, что собаке много, игрушек не надо Что собаке можно купить там самое что-то дешевое, простое и так далее Но мы заводим собаку, потому что мы хотим иметь собаку Хотим покупать всякие ей приколы И вообще дать, знаете, лучшую жизнь этому животному, любимому Поэтому, да, возможно, где-то что-то кажется Зачем так много, зачем этого всего Потому что, ну, по сути, это только первый день И, наверное, мы еще купим очень много всего Я буду изучать, что вообще есть для животных Современного, прикольного И буду это пробовать Это были такие маленькие покупочки А сейчас я покажу основные Сейчас Кобочки Ой, не, знаете, вы говорите, что это Назад вниз Давайте начнем с маленьких Тоже, ну, как уже более габаритных и значимых Мы решили попробовать охлаждающий коврик Он небольшого размера Я недавно стала замечать, что многие собачники Ну, мне попадается это в шорцах Покупают вот такие коврики Вроде как должно быть хорошие истории Потому что у нас сейчас довольно жарко В Питере очень жарко И дом нагревается Из-за этого мы-то плохо спим Потому что жарко А собаки у нас вообще пушистят Поэтому мы хотим позаботиться о нем И предложить вот такой коврик Если ему понравится Собственно, пока мне нечего об этом рассказать Я уже, знаете, в дальнейших влогах вам расскажу Работать нравится ли нашему пёсу Лежит ли он на ней Но прикольно, прикольно Надеюсь, эта штука вообще рабочая Так, и, конечно, блин А у меня здесь нет чем открывать Так, и это Вот И это у нас миски Мы подумываем о том, чтобы купить вообще Электрическую поилку современную Для собаки Чтобы там вода очищалась Она постоянно циркулировала Но пока мы подождем с этим Потому что сейчас и так будет много покупок Нам еще идти в грумер Он будет нас учить, как делать домашний грумер Ну, понятно, будем водить грумер Но просто какие-то домашние моменты Как правильно помыть его, если мы пришли после грязной погоды Как подстригать ногти Как правильно ухаживать за шерстью, за зубами И все такое Поэтому трат будет много И мы решили, что пока мы купим обычные мисочки Вот такая деревянная прелесть Там еще была в темной расцветке Были черные Было цвета, ну, такого коричневого дерева Но мы решили взять вот эту светленькую Как-то нам больше приглянулось Сами мисочки, они керамические Тоже уже узнала, что Керамика это лучший материал для собаки Платье в качестве миски Потому что иногда покупают железные А железные любят, знаете, так звенеть Мы подумали, зачем рисковать Если есть прекрасная керамика В принципе, керамика всегда идея для людей Для животных И плюс это так эстетично, минималистично Ну и не будет так пачкаться Потому что я сталкивалась с вот этими железными мисками И они постоянно в каких-то пятнах Потому что сложно их отмывать А керамику очень легко мыть И все, за ней ухаживать Так, ну и наша главная покупка Сейчас, сейчас его вытащи Оно кожаное Ого, ну у нас все дровит упасть Оно довольно-таки тяжелое И к ней, кстати, идет еще А-а-а Блин, тут был бантик красивый Он у меня Сейчас, о Идет подушка Ну, милата Ну, нет, да Да Подушка И вот такое, знаете Отголоски бежевой мамы Пошли На самом деле есть Очень крутая миска Которую я нашла на просторах интернетов И она безумно красивая На виде корзинки Внутри тоже все мягенько Но она довольно дорогая Она стоит 18 тысяч И я подумала, что это довольно нерационально Щенку покупать Потому что, скорее всего Что-то будет в первое время Описано, порвано И так далее Поэтому я подумала, что на первое время Или на первые несколько лет У нее будет вот такое Спальное местечко Здесь вытаскивается вот эта подушка Не знаю, зачем Как бы, наверное, стирать Либо вдруг собачке что-то будет слишком высоко И сюда плед можно положить при желании Ну, не важно Все равно я вижу, что это очень качественно Красиво, мягко Я надеюсь, что ей понравится Она будет здесь спать Такие были у нас первые покупки Я уже дождаться не могу На самом деле Уже через несколько часов мы поедем Это такой волнительный момент Я так плохо спала Знаете, вот этот момент Когда вы очень ждете какого-то события И вы не можете спать Я просто палась Я такая уже, блин Все, уже хватит Поехали Что касается сохранения чистоты Я тоже об этом подумала Потому что все-таки мы снимаем Квартиру Это безумно важно И один из различных пунктов Благодаря которому нам разрешили Завести собаку Это сохранить первозданный вид квартиры Насколько это возможно Мы педантичны в плане чистоты И как бы Мы бы даже в своей квартире Все равно так бы запарились Я выделила для себя Наверное, три основных пункта Которые должны мне помочь В сохранении чистоты Первое Это, конечно, грумин Как домашний Так и у профессионала Чтобы собака Не пахала Чтобы она была чистая Потому что если собака грязная У нее постоянно грязные лапы Это всегда грязный текстиль Опять же, если собака пахнет Это вонючие подушечки Вонючие пледы Диваны И так далее Потому что собака везде обтирается Лежит И так далее Поэтому это, наверное, самый главный И понятный Пункт Потому что мы заводим собаку Осознанно Знаем, на что идем Знаем, что от нас требуется Поэтому это не проблема Второе Он, знаете, такой маленький Ну, я его все равно добавила Важный момент Я заказала Запахи для текстиля Домой Чтобы тоже Опрыскивать дополнительно Да Чтобы сохранять Приятную атмосферу В доме Чисто И третий Наверное, самый такой Затратный И запарный Это, конечно, техника Которая помогает убираться У нас это Мы заменили наш робот Пылесос Он у нас остался Он убирает у нас Под кроватью Потому что я не могу Туда с пылесосом залить И мы взяли Пылесос Дайсон С насадками Ручной Чтобы можно было Легко убрать Потому что робот-пылесос Перед чем его запустишь Нужно все поднять С пола Потому что он может Засосать Сломаться Отключиться И столько за пары Плюс он по одному месту Очень долго ездит Из одного края В другом В общем, это очень долго Хочется Спокойно взять Быстро Все Пропылесосить И пойти дальше Одно плюс Нам нужны Эти насадки Которые будут Помогать нам Чистить Диван От шерсти Легко И просто Также у нас Появился очиститель воздуха Конечно, покупали его Не для собаки Денис сделал подарок Нам На Два года Свадьбы Средняя свадьба И теперь Это безумно Классная вещь Потому что Я Мы прям реально видим Что мы стали Лучше спать Крепче Я, например, стала высыпаться Я просыпаюсь раньше И Мне кажется, что Эффект есть Ну, в общем Такая вещь Тоже прекрасно Помогает Сохранить Приятную Комфортную Атмосферу В квартире Влажность Чистота Воздуха Чистота В плане запаха И всем работает Прекрасная Большая машина Надеюсь, что Мой план Сработает И я вам Потом расскажу Работает он у меня Или нет Но это, конечно По прошествии времени Сейчас это пока Будет сложно оценить Продолжение следует... Ну что, иди к нам Добро пожаловать Ты что? Ты что? Ну пойдём 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 посмотрим все все пусть сама ходит хвостиком виляет, нравится, нравится интересно привет очень интересно что такое? что? что случилось? смей смей мей смей Субтитры сделал DimaTorzok 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 Осторожно, там машина, чтоб не выехала. Да, пойдем. Молодец, 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 молодец. Вкусняшечка, сейчас я приду, я тебе дам. Пришли вот завтрак, любимые мне, что и Лелечку тоже взяли. Смотрите, как Денису идет, Леля. Нам тут принесли уже завтрак, очно, полюбился в Траписце завтрак. Смотрите, как много всего подает. И Лелек у нас тут тоже сидит. Мне тут уже пришли посылки с ВБ. И мы заказали такую базу. У меня был составлен список того, что мне нужно. Я ставлю список того, что я уже купила, чего не купила. Я его составляла на основании того, что говорилось на других видео на Ютубе. Какие-то специалисты. То есть хотелось купить по максимуму, но при этом и по минимуму. То есть все самое необходимое на ближайшее время. Какую-то часть, я уже показала, мы купили в Fluffy Friends. Потому что очень хотели пойти в этот магазин, когда у нас появится собака. И, конечно, какую-то базу я заказала на Вайлдберрисе. Я, наверное, перейду к самой такой главной покупочке. Первая главная покупка – это вот такая переноска. Вы не представляете, какая с ней история. Она приехала в Санкт-Петербург уже, то есть где-то в Шушары. И обычно от Шушары ко мне вот на пункт выдачи приходят где-то за сутки. Можно даже через несколько часов прийти. Но почему-то Вайлдберрис решил отправить в Омск. Я не знаю, зачем они ее отправили в Омск. А мне она очень была нужна. Но пришлось, короче, ждать, я не знаю, дней 5, когда она вернется из этого Омска. Вот она вчера ко мне вернулась. Очень удобная. Ну, я уже говорю, мы сейчас съездили. Очень удобная. Здесь есть вот такой матрасик дополнительный для мягкости. Внизу тоже твердое дно. И собаке было довольно комфортно. И мне комфортно, что можно и целиком открыть, и целиком закрыть, и приоткрыть, допустим, только здесь окошечко. То есть там довольно комфортно. Единственное, что Лёляк пытается грызть вот эти вот всякие мелочи, которые есть внутри этой сумки. Всякие застежечки. Но, когда мы ехали на обратном пути, она уже не особо сильно ими интересовалась. Только когда вот мы ехали туда. Здесь очень много кармашков. Есть боковой карман, в который можно сложить какие-то свои вещи. Есть тоже вот такие прям кармашки. Кстати, у нас здесь лежит наш холдер для пакетиков. Правда, мы еще не ходим на улицу в туалет. Ну, ладно. На мой взгляд, очень стильный такой летний вариант. Я не знаю, почему летний, потому что так было написано, что это летний вариант. Но зимой, мне кажется, если вы положите теплый плед собаке, то тоже будет отлично. Но у нас Лёля пушистая, поэтому, скорее всего, ей так будет тепло. Еще одна вещь, которой мы уже очень активно пользуемся. Сейчас вам покажу. Вот, пришла в такой упаковке с вайлперица. Эта поилка безумно качественная вещь. Я довольна. Лёля ей активно пользуется, пьет отсюда. Вот тут у нас вытаскивается. Можно взять вкусняшки с собой, либо еще дополнительный контейнер воды, если вам необходимо. Вот. Сюда. Тут блокируется, если необходимо, чтобы ничего не вылилось. И разблокируется. Все. Можно нажимать на кнопку и выливать. Опять же, сбор назад можно сделать. Все воды, которую собака не допила. Собака сразу же... О, вот она уже увидела свои вкусняшечки. Давайте, наверное, дадим Лёле вкусняшечки. Ну, посмотрите. Прекрасная вещь. Она еще мне нравится. Такая стильненькая, качественная. Видно, что качественный предмет для собаки. Очень хорошо чистится. И еще внутри есть фильтр. Это тоже прикольно. Еще для меня встал вопрос хранения корма. Как вы знаете, мне нужно, чтобы все было эстетично, все по баночкам. Поэтому, конечно же, я заказала баночку для корма. Вот какую эстетичную. Ну, я прошарила Wildberries. На мой взгляд, это одна из самых эстетичных банок, которые представлены. Возможно, есть что-то более крутое. Вы мне пришлите, если есть. Но вот это для меня оказалось безумно классное. Я как раз предполагала у себя в мыслях, что хочу что-то подобное, что будет легко открываться и будет стильно смотреться на кухне. И к ней идет еще вот такой ковшик. Так, вешается и отлично смотрится. Все эстетично, все легко открывается. Да, Леленька? Да. Опа. Здесь у нас уже организовывается место, где будут храниться вкусняшки для Лели. Все еще я буду искать какие-нибудь идеи. Может, то, что вкусняшек может быть больше. Возможно, еще что-то потребуется. Следующее, это, знаете, такая база. Довольно дешевая, но необходимая. Это вот такой коврик с сотами, чтобы, когда собака ест, она не разносилась по всей кухне. Корм, допустим, если она вытащила, что-то напленого, он вот здесь соберется и дальше никуда по полу не пойдет. Ей, конечно, она не отнесет его куда-нибудь. И вода. В первые дни почему-то Леля очень любила купаться в своей вот этой миске с водой. Она туда завязала лапками, начинала вот так вот сидеть водой. Поэтому вот эти соты задерживают эту воду, чтобы не разносить и не попадалась на паркет. Или что это у нас? Ламинат. Особо здесь, знаете, ничего сказать не могу. Я думаю, что если вы уже сталкивались с этими ковриками, например, в коридоре, у нас, похоже, в коридоре лежит, вы знаете, какая-то прекрасная, гениальная вещь, задерживает всю грязь и ничего не разносится по квартире. Поэтому тоже советую. Это довольно эстетично выглядело у нас на кухне вместе с нашими вот этими мисочками белыми. Прикольно. Еще несколько функциональных вещей. Это, конечно, чтобы ухаживать за шорсткой Лёли. Я же, ну, я стараюсь вычесывать ее каждый день. Но так, типа, не сильно. Ставлю вам ссылочку, то есть, от каких фирм у меня вот эти чесалки, пуходерка и вот такой гребешок. У него... Нам посоветовала заводчица взять именно гребешок, где на одной стороне такие редкие зубчики, а на одной, как бы, прям, очень часто. Попользовалась. Мне действительно удобно. Я вижу, что качественные вещи. Поэтому я советую вот эти две... Вот эти два прибора для ухода за шорсткой. Если у вас тоже собачка, у которой много пуха, меха и шерсти. Также взяли игрушку. Нам попалось просто на просторах интернета вот эти видосы, что появились вот такие игрушки для собак. Мы подумали, ну, грех не купить, конечно. Стоило, не знаю, сколько... Рублей 300, по-моему, может, даже меньше. Она и шуршит, она и пищит, и все, что к ней делает. Лёля отлично с ней играет, веселится, перетяжки делает различные, чтобы заниматься с ней. Тоже прикольная игрушка. Просто показываю, как пример. Говорят, что реально очень хорошо развивает собаку эта игрушка. А я уже буду заканчить этот ролик. Я надеюсь, что вам было полезно, если у вас есть домашние животные. Все, что я вам сегодня показала, было для вас полезным. Если вам было интересно за тем, как мы готовились к появлению Лёльки, как она у нас дома появилась, мы будем рады, если поставите нам лайк и подпишитесь на наш канал. А мы с вами уже увидимся в следующем ролике. И до новых встреч. Пока-пока.